Было непросто, но мы справились. Глава курорта Юрий Поляков отчитался об успехах уходящего 2017 года. Конечно, Анапа в 2017 году столкнулась с некоторыми трудностями, хотя в целом для нашего города год прошел вполне продуктивно. Курортная индустрия смогла продемонстрировать все свои сильные стороны, а также смогла выявить области, которые нуждаются в дополнительном развитии. Об этом и не только говорил мэр Анапы. Уходящий год оказался непростым, насыщенным событиями, но в то же время и успешным для нашего курорта по целому ряду направлений. За 10 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года достигнут рост практически по всем направлениям социально-экономического развития. Темп роста к аналогичному периоду 2016 года в 2017 году состоял 102,1%. Самый высокий рост показателей отмечен в сельском хозяйстве в 4,5 раза в увеличении, в инвестиционной сфере в 4,2 раза. За 11 месяцев она повстретила 3,780,000 гостей, а также 890,000 однодневных туристов. Объем услуг, оказанный в предприятиях санаторно-курортного комплекса, состоял 108,2% к уровню прошлого года. Я считаю, что это далеко не пределы возможностей нашей градообразующей отрасли. Также Юрий Поляков отметил, что Анапа имеет и не очень хорошее наследство в бюджете, которое оценивается в 169 миллионов со знаком «минус». Так же, как и не пределы возможностей достигнут формирования доходной части бюджета. Сегодня есть такое наследство, но в кавычках, это минус 169 миллионов в бюджете. В первую очередь надо закрыть муниципальный долг. Губернатор Краснодарского края, именно наш А. Кондратьев, ставит четкую задачу оптимизировать всю работу в муниципалитетах. Что это означает для нас, для всех. Нужно иметь понимание, где мы неправильно тратим деньги и сохранять их, чтобы направить на реально необходимые нужды. Ну и, конечно, в речи главы курорта была задета тема предстоящего курортного сезона 2018. Нас ждет очень ответственный курортный сезон, который нужно провести на новом уровне. Уже сегодня ведется масштабная подготовительная работа на всех направлениях. Мы освободили песчаные пляжи от незаконных торговых конструкций. Чистые обустроенные пляжи должны стать нашим достоянием, лицом нашего курорта. Незаконную торговлю будем в целом искоренять как явление. Для этого есть необходимые речи и поддержка правоохранительных органов. До минимума сократим количество точек на набережной, которая должна быть уютной и удобной для людей прогулочной зоной, а не рынком для торговли. Юрий Поляков поблагодарил и поздравил с наступающими праздниками всех, кто делает наш город лучше. Лично поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть в этот самый любимый праздник принесет в каждую семью и каждый дом благополучие и мир, счастье и здоровье. Пусть нас, наш любимый город, процветает на радость всем анапчанам и миллионам наших гостей. С наступающим Новым годом! По давней традиции в конце уходящего года, подводя итоги, чествуют тех, кто внес наиболее значительный вклад в развитие города-курорта, некоторым из которых вручили благодарности мэра. В их числе и наши коллеги. И на самом деле роль СМИ в жизни любого города невозможно переоценить. Например, главная особенность всех журналистов медиакомпании 39 канал – это отсутствие равнодушия и мгновенный отклик на проблемы, с которыми обращаются телезрители к нам. В 2017 году в редакцию обратилось порядка 300 человек со своими бедами и проблемами. Телекомпания активно участвует и в социальной жизни города, привлекая и вовлекая общественное внимание к наиболее острым вопросам. Но вернемся к торжеству. Закончилось мероприятие с замечательным праздничным концертом. В программе принимали участие таланты из ансамблей «Анапы» и «Краснодара». И улыбка, и сомнение вдруг коснется в ваших глаз. И хорошее настроение не подвинет больше нас.